Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим о трендах макияжа на 2018 год. Поэтому, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Очень важный момент, который я должна упомянуть. Естественно, я не визажист, но мне очень важно поделиться с вами вот этими трендами, плюс носибельными трендами в плане макияжа, потому что макияж неразрывно связан с одеждой и со стилем в общем. И с тем, естественно, как человек выглядит. Потому что вы можете надевать на себя самую крутую одежду, но если там прическа не созвучна с нарядом, если ваш макияж, не знаю, превалирует или совершенно никак не сочетается с одеждой, в общем и целом образ будет смотреться плохо, незавершенно. Поэтому очень важно поговорить, кроме всего остального, не только о подиумных трендах в макияже. Потому что мы понимаем, что изначально, даже если мы смотрим коллекции Ready to Wear и смотрим показы, которые изначально предназначены для того, чтобы их прямо вот с подиума надеть и носить, макияж и все остальное, постановка всегда немного утрирована, потому что это показ, потому что нужно ошеломлять, впечатлять зрителей, прессу и так далее. Поэтому, безусловно, есть тренды, которые классно смотрят на подиуме, но в жизни и даже на вечерние какие-то мероприятия не подходят. Поэтому я из всего того списка трендов выбрала еще и то, что действительно носильно. Плюс, естественно, за все это время я очень активно наблюдаю за творчеством самых классных и толковых визажистов, которые работают и со звездами, которые красят для изданий, для аудиториалов и на каждый день, и на какие-то выходы звезд. И за тем, что они делают и то, о чем они говорят. Поэтому вот такие у нас тренды есть на данный момент, и многим из них я безумно рада. Первый из них это блестящий век. Если до этого у нас было такое матовое веко, и вообще у нас был тренд матовости, в том числе и в макияже в общем, то есть, например, кожа матовая, все припудрить нужно, то сейчас чем больше блеска, тем лучше, в особенности на веке. И это достаточно носибельный тренд, если, например, брать совершенно бесцветное веко, то есть, как-то его тонировать, чтобы, например, какие-то венки не просвечивались, и просто нанести такой специальный блеск для век. Некоторые даже наносят блеск для губ, только, естественно, он немного дискомфортен, будет для каждого дня на веке. Но, в общем и целом, смотрится очень свежо. Глаза такими... Глаза на мокром месте, но в хорошем смысле. Очень естественный макияж, получается, если во всем остальном, например, не переборщить. Можно даже нанести яркую помаду при вот этом влажном веке, просто накрасить ресницы, брови подвести, и все же будет выглядеть очень интересно, свежо. И такой макияж, на самом деле, уместен как на вечер, на мероприятии, точно так же и на каждый день. И есть даже такой бренд Glossier, если, не знаю, я думаю, что вы большинство из вас слышали, так вот. Это бренд, который, в принципе, исповедует вот эту вот технологию естественности во внешности, и все, что они делают, как раз в этом направлении двигается. И вот влажное веко, это то, что часто на их моделях можно увидеть, в том числе и на их рекламных кампаниях. И, кстати, среди всех тех трендов, которые я сегодня расскажу, будет очень много тех, которых как раз Glossier затронул, и очень многие бренды начали понемногу как бы повторять за ними. Следующий тренд это однотонные тени. И Glossier у нас тут тоже немного капнул в эту лепту, потому что однотонные тени, если раньше, как мы раньше делали, и как в основном достаточно часто, до сих пор визажисты красят, да, вот этот уголок темный, здесь более светлые, или какие-то наслоения, переливы, то сейчас моноцвет, и чем проще он, тем лучше. Он может быть даже глиттеровый слегка, он даже может быть однотонный, лучше не матовый, слегка блестящий, но просто один цвет. То есть, по факту, сейчас в моде, в принципе, такая естественность, и очень быстрый макияж, или макияж, который потенциально можно быстро нанести, и в том числе это касается века. То есть, это может быть какой-то карандаш, который вы наносите, потом пальцем, представим, растушевываете. Это может быть, как у этого же бренда Glossier есть такие лица, да, это продукция, которая просто тоже таким аппликатором наносится на века, и растушевывается с небольшим количеством глиттера в различных оттенках. Чем проще ваше веко выглядит, тем лучше, и вот как раз на смену вот этому сложному, вечернему, или даже такому editorial style макияжу, когда у нас есть обрамление, когда у нас есть сечение по надбровной дуге, и все-все-все-все вот эти вот штуки, которые мы очень много раз видели, на смену всему этому приходит естественность, и легкость, и быстрота макияжа. И вот иногда появляется даже ощущение, в общем, во всех этих трендах, в том, что это как будто бы как вот ребенок игрался с макияжем, то есть какая-то естественность. Следующий тренд, это вместо такого серого контура, который очень многие начали делать естественно, если на фотографиях можно потретушировать и смотреть, что он красивый, то в жизни эту серую полосу видно, поэтому на смену ему пришло вообще другое понятие, как использование румян для обрамления лица. Что это значит? Выбирается румяна более темного насыщенного оттенка, то есть не настолько там красная или розовая, а какие-то пудрово-бежевая, пудрово-персиковая, более приглушенная, с таким легкой коричневатой какой-то такой ноткой, и они наносятся по всему периметру в форме цифры 3 или буквы Z, начиная вот от лба, дальше у нас есть висок вокруг него, и дальше на подбородок, и все это наносится с таким отливом, начиная отсюда, то есть от основания вот этой вот части, прямо вот по середине глаза, и более активно к основанию лица, к ушам. Что это значит? Дальше, что визуально лицо приобретает объем, например, когда мы тон наносим, что лицо объем теряет, потому что у нас все становится ровное, и так мы добавляем объем, и объем смотрится более естественно, свежо, естественно, нужно не переборщить с теми же румяными, чтобы не сделать розовое лицо какое-то или красное, или персиковое, но действительно такой вариант обрамления лица или контуринга смотрится более естественно, чем вот эта серая полоса. Второй вариант, как можно обрамлять лицо в отличие от этого коричневого контуринга, это бронзер, причем бронзер на пару тонов просто темнее вашей кожи, которую вы наносите в том или той же форме, три или буквы З, и он играет точно такую же роль лично. Я такой техникой пользуюсь и немного наношу румяна, это смотрится очень естественно. Самое главное вообще, в принципе, цель у контуринга какая, чтобы лицо обрамлялось и как-то появлялась форма, подчеркнулись скулы, и вот эта вся цель достигается с помощью такого макияжа, плюс не смотрится настолько неестественно. И все вот эти варианты макияжа, которые я сейчас рассказывала, то, что реально можно носить на каждый день, можно вот так накраситься и быстро выйти на улицу прогуляться, можно выйти на какое-то мероприятие, и там и там это будет смотреться уместно. Следующий вариант, это влажная кожа. Как я уже говорила, на смену матовой кожи, когда все сто раз пытались припудрить, пришла влажная естественная кожа. Как будто бы, вот, не знаю, вы только что после душа, и кожа увлажнена, она напитана влагой. Для этого изначально, как визажисты обычно делают, они очень хороший такой впитывающийся крем наносят, естественно увлажняющий, и после этого это может быть какой-то праймер, и тональная основа, которая не супер монтирует. То есть, например, есть такая тональная основа, основа, я ей раньше пользовалась, она называется Estee Lauder Double Wear. Так вот она из лица создает такой закрепляющийся мел. Ничего не двигается, но смотрится это в жизни не очень естественно. Для съемок прекрасно подходит, но не для жизни. Так вот, сейчас на смену всему этому пришла, естественно, такая вот увлажненная, дышащая кожа. Это вы можете достичь с помощью того же крема, и потом тональной основы, которая не матируется. Этого можно достичь с помощью каких-то хайлайтеров, именно влажного формата, который вы наносите. Очень много различных техник. Но влажная кожа это очень круто, потому что смотрится она здорово и здорово. Вот кажется, что вы здоровый такой человек идет вам навстречу, а не какая-то девушка, которая напудрилась по полной программе. Именно поэтому, кстати, исходя из этого, пудру мы используем по минимуму только в тех зонах, которые нужно как-то зафиксировать. Поэтому пудра теперь не на все лицо наносится в основном, а только на те зоны, которые, например, на съемки могут двигаться, да, или под веками. Или те зоны, которые очень быстро жирнеют, и это уже такой неестественный жирный блеск появляется. Все остальное оставляем дышать. Следующее. На смену, в принципе, тональному кремам приходят CC-крема и BB-крема очень активно. Они вот так вот качались из стороны в сторону, и теперь чаще всего именно такие используются. Плюс коррекция цвета. Если у вас есть какая-то краснота, вот как раз на смену этому, например, вместо тонального крема, вы просто корректируете красноту на лице и наносите немножко CC-крема, чтобы все опять же, как я уже говорила, выглядело естественно. Очень интересный тренд, и это тренд, который реально можно носить днем. Но это нечеткий контур губной помады. Это значит, что они... Это вообще такой эффект, как он называется, обцелованные губы. И родом он частично немного из Франции, частично из Кореи. Фишка его в том, что когда вы наносите даже карандаш для губы, потом помаду, вы немного вот так вот пальцем или каким-то специальным спонжем размываете вот эту границу между губами и остальной частью лица или подбородком. То есть очень аккуратно, чтобы вот этот контур такой четко прорисовывался, был более мягким, и тогда лицо смотрится изначально просто более естественно, менее для съемки и более для каждого дня. И такой вариант помады, кстати, и нанесение помады подходит и на день, и на вечер. И смотрится круто, и на фотографиях, кстати, в том числе круто смотрится. Плюс не настолько жестко и серьезно. И, кстати, его можно достичь без вообще карандаша. Вы просто нанося, допустим, вообще не используете карандаш для губ, вы используете просто помаду, наносите ее на палец и промакиваете. Или просто нанесли на губы, а потом пальцами вот так вот прошлись по губам и аккуратно убрали лишнее, что совсем вышло за контуры губ. И тогда это смотрится очень круто. И, кстати, такой вариант помады намного дольше обычно держится, чем та, которую мы вот сто слоев наносим. А дальше брови, естественно, это одна из моих вообще любимых тем. В моде до сих пор вот эти дикие, сумасшедшие брови. Но если раньше они были такие насыщенные, темные, то теперь брови должны быть естественными. Понятно? И это значит, что пространство между волосками должно быть видно. То есть, если раньше была такая моно, большая, широкая бровь, да, такая без вообще границ, то теперь она дикая, и волосы чаще всего зачесываются наверх. И ко всему этому добавляется то, что чаще всего, например, используются карандаши или такие подводки для бровей, которые оставляют или делают штрихи в виде волоска, и, соответственно, пространство между волосками остается. И кажется, что это реальная, просто широкая бровь, а не одна такая моно-широкая бровь. И вот в этом, собственно, разница от того, что было раньше. И последний тренд, к которому я отношусь скорее позитивно, чем негативно, но отношусь к нему я хорошо исключительно для съемок, это нарисованные веснушки. Вот так вот в аудиториях они начали очень активно появляться, и многие начали рисовать их в жизни, на фотографиях, в инстаграме, в инстаграм-диве. Это смотрится круто. В обычной жизни это все же смотрится достаточно часто неестественно, и видны вот эти нарисованные штуки, особенно неприятно, когда вы очень аккуратно, не знаю, провели пальцем по лицу случайно и убрали половину ваших веснушек. Поэтому вот эти веснушки, они круто, интересно, для эксперимента смотрятся на съемках и на фотографиях, но вот только для вот этой части жизни я, в принципе, бы их оставила, и на мероприятии я бы их не рисовала, и на каждый день не рисовала. Все остальное абсолютно уместно на каждый день, и что очень круто во всех этих трендах, это то, что вы надели футболку, джинсы, кеды, и все это, весь этот макияж, указанный ранее, будет смотреться так же круто, как и с вечерним платьем, или с коктейльным платьем, и не будет смотреться нарочито, в отличие, например, от тех же вырисованных, таких сумасшедших каких-то теней, и плюс ко всему еще накладные ресницы, и монобровь, и четко очерченные губы, это очень активный макияж, который достаточно часто, к сожалению, почему-то на постсоветском пространстве девушки любят наносить днем, что является моветоном, и вот как раз вот этим правилом, против которых я обычно выступаю, я согласна, потому что с естественным каким-то нарядом, с базовыми вещами, с каким-то на каждый день нарядом, такой активный, вечерний, даже фотомакияж смотрится очень грустно, поэтому все, что я рассказала сегодня, это реально носибельно на каждый день и на день и на вечер, и смотрится просто замечательно, поэтому очень надеюсь, что это видео вам понравилось, очень надеюсь, что какие-то из советов были вам полезны, и более того, что что-то из этого вы попробуете, попробуйте, может быть, выйти из зоны комфорта, если вы даже привыкли к суперматовой коже, или к, не знаю, накладным ресницам, или к моноброви, там такой, да, плотной, нарисованной, попробуйте просто для себя что-то с чем-то поэкспериментировать, я вам гарантирую, что-то для себя вы однозначно найдете, потому что тренд этот как раз очень близится к натуральности, что, в принципе, является вашей внешностью, поэтому однозначно что-то из этого вам понравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, какой из вариантов тренда в макияже вам нравится, что вы считаете уместно, что вы считаете уже давно, слава богу, нужно было ввести в моду, а вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.